всем привет дорогие друзья сегодня видео о покупках о покупках домашней одежды почему я его записываю очень короткое вступление меня взяло два года понять что я как бы в основную часть своего времени провожу дома в домашней одежде и у меня есть очень много одежды которые я могу носить на работу выход и куда-то в общем который я раньше активно покупала до качестве домашней одежды я как правило использовала одежду которая для улицы ну как бы не для дома обычные там свитера какие-то брюки которые джинсы которые я выходили у меня из строя я их носила дома просто узнать как надо дачу мы когда-то перевозили все что не все что нам не нужно все что мы как бы уже не очень носим и все что выглядит не очень хорошо мы перевозили на дачу точно так же я свои вещи использовала в качестве одежды потом они мне становились домашней одежды не все конечно вы некоторые из них самые удобные вот и как бы я считал да ну деньги тратить на домашнюю одежду у меня были конечно какие-то спортивные штаны такие типа леггинсов еще что-то ну в общем как бы ну не особенно вот прошло два года с тех пор как мы активно сидим дома на работу мы вернулись на по-моему на постоянный режим два раза в неделю то есть три раза в неделю работаю из дома два раза в неделю я работаю на работе я езжу в офис то есть большую часть недели свою я работаю из дома и провожу я дома и плюс два выходных которые естественно тоже провожу дома и в общем то я долго спротивлялась и всегда вам говорила что нет 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 я как бы рефьюз я как бы не согласна на то чтобы вот одеться в спортивные костюмы в общем поддаться вот этому вот тренду спортивной домашней одежды но все-таки пришло мое время я так думаю меня как-то пробило на то что я поскольку все время нахожусь дома то мне нужна какая-то одежда которой я в принципе вот чувствую себя красиво комфортно удобно дома вот именно не просто какие-то старые обноски а вот что такое что я буду иметь удовольствие в нем в этом находиться в течение дня дома плюс у меня еще такие есть моменты что я допустим своего сына который учится в колледже в нашем же городе я поскольку дома я его на машине отвожу на учебу и мне нужно иногда выскочить сесть машина отвезти его я не выхожу при этом на улице но все равно как-то не хочется каких-то совсем уже драных драных вещах драм-то старому рванье потому что я иногда после этого я его отвожу потом я допустим заезжаю куда-то в магазин если мне надо что-то купить так что в общем ну как бы я уже стараюсь так выходить одевшись чтобы я выглядела как-то более или менее нормально и давайте я буду показывать что я купила вам так сказать вот я непосредственно перед вами сижу в одной из вещь из вещей которые я купила у нас на улице валит снег просто валит снег если бы вы видели темно снег ветер в общем самое время сидеть дома в тепленьких тепленькие домашних костюмчиках значит этот костюм это компания рибок вот наоборот написано но вы поняли сейчас я я купила два таких поэтому я этот на мне я вам покажу другой который я еще не надевала этот я уже носила стирала он прекрасно стирается он не садится все с ним замечательно и прекрасно значит купил я его в нашем магазине волмарт вы все слышали это большой магазин большой такой универмаг не очень дорогой я бы сказала даже дешевый бюджетный одежды и всего-всего там продается все начинает колес кончая яблоками вот в том числе и одежда одежда так себе не очень но вот качество спортивной одежды тем более что эта компания рибок может быть это специально шито для для волмарка я не знаю стоит это не очень дорого но как бы вот такая вот значит ходе толстовка и брюки сейчас я вам покажу на примере другое я покупала размер large стоила она а и здесь нет цены короче стоило на 34 долларов вот видите рибок значит купил я два цвета вот такой такой не знаю мне очень нравится этот цвет у меня много вещей его я не знаю как он называется но вы поняли такой серо-зеленоватый и вот такой вот бордовый у нее нету никаких отделок особенно мне нравится что у нее надпись вот эта рибок того же цвета сделана такая прорезиненная что и сама сама вот сама толстовка капюшона нету но есть два кармана вот тут еще на рукаве такой значок и вот здесь вот есть два кармана что ужасно удобно вот тут вот я вообще очень люблю одежду с карманами для дома это прям супер мне очень нравится вот и что но такая вот у нее подкладка обычная совершенно не подкладка внутри такая знаете такой обычный обычный толстовочный материал внизу резинка и вот такие я купила себе две две толстовки вот двух цветов значит вот к этой я еще купила брюки которые нам не я сейчас нами сниму покажу вам потом снова надену цвет к этой к этой толстовки я купила брюки точно так такого же цвета они тоже стоили по моему 35 долларов до 34 97 так странно это размер medium я купила то есть вверх я купила large они тебя купила medium что очень странно потому что я обычно купаю наоборот вниз у меня больше чем вверх но как-то вот в этом случае я примерила размер large вот эти брюки и они очень большие а медиум в самый раз как раз а толстовка мне наоборот понравилось что она такая пошире подлиннее чем они хороши значит здесь сверху резинка завязочки ну как всегда обычно и тут тоже есть карманы я вообще обожаю вот последнее время стали делать вот эти йога пенс как у нас это называется или ну для спортивные брюки я вам сейчас покажу я купила геникло одни такие тоже вот здесь вот с карманами в швах в боках и это страшно удобно потому что я не знаю там телефон вот даже по дому выходите телефон положить ключи если вы куда-то выходите я например вот выхожу вот в этом костюме сейчас я встану покажу вам как он выглядит сюда я кладу телефон вот сюда я кладу ключи вот сюда я кладу свои кредит кредитные карточки кошелек маленький у меня такой есть и собственно все мне больше ничего не надо права от машины вот у меня такой маленький кошелечек card holder и я туда кладу кредит кредитки права водительские я выскакиваю сажусь машину мне даже сумка нужно если честно очень удобно так смотрим вот так выглядят брюки и толстовка брюки видите здесь вот они завязываются на веревочку такую в принципе здесь резинка и так это не нужно и вот здесь вот карманы классно очень удобно внизу у них тоже резинка вот здесь вот и они в общем так вот по размеру мне очень хорошо это длине все что надо все нормально как надо то что мне на юниклоу последний раз когда я была у них были на распродаже вот такие вот это у нас называется йога пенс что означает брюки для занятий йогой ну в принципе обычные спортивные брюки они были на распродаже это вот это вот их как бренд который делает спортивную одежду и вообще у них есть вот эта вот технология эйризом который называется они там что делать майки из этого маски для лица они тоже делали значит это размер медиум стоили они по 40 долларов или 30 сейчас они стоят 20 я сначала когда их вот рассматривала я подумала что они такие маленькие вроде на вид но я не охота мне было примерять я решила взять размер медиум вот видите они так выглядят что как будто бы они должны мне я так их приложила к себе и подумала о черт они будут маленькие но я решил попробовать и они очень сильно здесь растягиваются они прям классно классно они здесь очень растягиваются их можно вполне вот на мою комплекцию размер медиум самый раз у них тоже есть вот здесь вот карманы в боках я теперь покупаю брюки только с такими вот карманами потому что я поняла что без них абсолютно неудобно и они вот такой вот длины длинные сейчас я вам примере вот этой вот наверное вот с этой вот толстовка ведь как color coordinated я все скоординировала цвета я хотела купить к ним вот к этой вот такие же брюки как вот эти зеленые у меня к этой но не было моего размера может я еще найду и куплю себе потолще брючки а вот сейчас я буду примерять вот эти две вещи ну вот так они выглядят как вы видите кстати вот карманы не показала вот здесь вот есть карманы это очень удобно и здесь вот есть тоже карманы в этих брюках прям класс вот такой вот они длины принципе они довольно до самого низа довольно длинные и вот так вот так они на мне сидят видите это штука где сверху она очень хорошо растягивается даже немножко так втягивает животе мою пузей и вот такая вот толстовочка которая очень подходит к этим штанам магазине волмар джи я купила такое платье это тоже как абсолютно такой же как вот толстовка худи плюс у него есть капюшон что мне нравится не нравится с одной стороны это удобно с другой стороны ты не очень то что у меня в основном мои все пуховики и все мои зимние пальто пуховики они все с капюшоном у меня получается капюшон на капюшон вот но ведь как она длинная она прям платье вот такой вот прям платье здесь вот единственное украшение это надпись friends и такие вот силуэты нью-йорка в общем не такой с этим с ну как бы бренд friends но это вот по сериалу друзья вот это их принт и их вот это вот силуэт нью-йорка в общем по мотивам одноименного сериала стоило на 30 долларов это размер ваш я уже вам сказала сейчас его примере мне она очень нравится я вам больше того скажу его можно не только домой его можно и так носить куда-то и принципе она вполне выглядит нормально но я буду примерять вот с леггинсами своими как потому что в общем короче так и собираюсь носить его с леггинсами скорее всего еще я хочу вам показать это не совсем домашняя одежда это кроссовки но как бы сейчас снег валит но не всегда у нас уж прям таки снега снега мне вот выйти из дома допустим сесть машину тоже отвезти малого в колледж значит между натянуть на себя какую-то обувь поскольку уезжаем мы из гаража и там тепло то необязательно эта обувь должна быть прям теплая зимняя особенно когда не очень холодно и вообще собственно говоря у меня была одна пара кроссовок таких которые я удобные у меня есть много разных таких типа кеды в общем но то что вот мне удобно носить я решила что мне мало и нашла вот такие вот они из ткани знаете вот такой вот тягучий который сейчас многие многие делают такие кроссовки у них очень удобная стилька такая мягкая что в ногу засовываешь тапочки шнурок чисто декоративным я могу вот так вот сунуть ногу абсолютно не развязывая его потому что здесь все вот так растягивается они очень легкие написано что они супер легкие комфортные memory foam то есть это вот здесь вот эта стилька она запоминает как бы вашу ногу стоили они 29 99 купила в нашем магазине winers это такой же магазин как американский теги макс они очень легкие удобные размер пять с половиной это мой размер и компания называется данским я честно говоря никогда не слышал про нее но вот я их примеряла разные всякие и мне вот именно эти понравились они классные легкие удобные очень очень мне они нравятся сейчас пример так выглядит платьица видите какое в принципе если надеть его с какими-то черными колготами то вполне можно его носить как как просто платье ну и вполне такое знаете трикотажное платье и вот эти вот кроссовки еще раз надевший их убедилась что я правильно сделала потому что они очень удобны вот так просто снимаются и вот так же легко и удобно одевается мне даже не надо ничего развязывать никакие шнурки в них в общем классные удобные очень тапочки прямо вот тапочки и вот такое вот платье у него есть капюшон но это больше так для баловства жалко что в нем нет карманов но за 20 баксов за 30 баксов сколько он там стоил я не помню это в принципе ну чего хотите но оно такое довольно симпатичное приятное видите она небольшое это разный large и она на моем так сказать на моей попе она так довольно плотненько и узенько сидит еще один костюм хочу вам показать на это прям было баловство совсем вы знаете модно у нас ну не то что модно но есть такой даже в чинем продают их эти толстовки с надписями всяких модных так скажем известных университетов американских Значит, это ЕЛ ЕЛ это один из самых известных американских университетов Здесь написано ЕЛ, ЕЛ университет Значит, это вот Кембридж, ЕЛ, ну вы слышали, наверное Там все богатые, знаменитые политики Все в них учились, дети богатых родителей Все кончают эти ЕЛ, Ельский университет Если по-нашему по-русски, а по-американски, по-английски Он называется ЕЛ, ЕЛ университет Вот такая вот футболка, можно сказать, толстовка тоже Причем она совершенно огромного размера Стоила она 30 долларов И это 1Х То есть есть Ларч, Экстра Ларч А потом, по-моему, есть 1 Экстра Ларч Ну, в общем, это уже из разряда совсем плюс сайзов Но она, конечно, очень большая Но не такая уж прям большая, что прямо ее невозможно носить И брюки к ней такие же, значит, тоже здесь надпись ЕЛ Внизу на... Где тут? Внизу Вот здесь Внизу ноги И вот эта вот их собачка с буквой Вай Это как бы символ их университета Брюки стоили 25 У них есть карманы Нету карманов? Ой Вот это я накололась и облажалась Тут, конечно, карманов нету Это очень неудобно Я это не люблю Но вот как-то я не заметила И брюки, кстати, что хорошо Брюки широкие, клешные Не зауженные к низу Сейчас померю Ну вот, он прямо очень большой Ну, не так прям, чтобы очень большой Ну, как бы большой, но нормальный И вот так вот выглядят брюки Вот такие вот они Вот такие они длинные, широкие брюки Мне, правда, очень это нравится Вы удивитесь Как всегда, после всех примерок Я очень разлохматилась, но Мы примеряем домашнюю одежду Поэтому и прическу Ну, в домашней Здесь, как бы, это тема Вот тема Вот эти вот футболки И толстовки С надписью С, как бы, с эмблемой Надписью университета Все понимают, что я не ходила в Ел Но это такая, как бы, фишка Значит, такая Что не мода, но, в общем Что-то такое, что, в принципе, носят люди Вот надо было мне перевернуть камеру А то я заодно переднаписана Ну, неважно У меня у сына есть очень много университет Который он ходит Канадский У него тоже Он не ел, конечно И не Оксфорд У него тоже есть толстовки Вот именно его университета Они специально их делают Они специально их покупают И тут тоже написано название университета Он мне хотел такое купить В общем, я у него попросила И говорю, купи мне В общем, пусть будет у меня Но как-то закрутила, замоталась Может, он еще мне закажет Ее привезет Надо заказывать И они с разными эмблемами университета И, в общем, это как бы Ну, вот у него есть майки У него есть толстовки И это как бы человек вот гордо носит Что он посещает этот университет Ну, а вот с известными Американскими университетами Это такая фишка Все понимают Что я, конечно, в него не ходила И не посещала Но это такой вот Ну, прикол такой, как бы это сказать Даже, в принципе, в H&M продаются эти футболки Вот с этими эмблемами И с названиями всяких Известных дорогих университетов Американских Ел, по-моему, второе место в мире занимает Или третье В общем, среди вот этих Это называется Ivy League То есть университеты Я не знаю, как это перевести Ну, в общем, самой высокой лиги Университета мировой И последний комплект Это пижама Куплена была мною тоже в Яникло За мое последнее посещение Яникло Не прошло бесследно Я Они тоже сейчас на сейле Они были по 40 долларов Сейчас они по 30, по-моему Что не так уж и дешево Ну, вот мне понравилось ее Цвет Качество Как вы видите Топ-топ сделан из Такого толстого флиза А брюки из Такого флиза Покороче Ворс И я его еще не примеряла Не открывала И давайте с вами вместе Его откроем и примерим Вы будете первые Свидетели, так сказать Моей примерки Сейчас так аккуратненько Это вытащу Вот так, видите Оп Кофточка Штанишки О, картонки Бываются Так Штанцы вот такие вот На конце Пижамные Сверху у них тоже резинка Какой я размер купила В Ларч Сейчас я посмотрю Слушайте, я не вижу Здесь должно быть написано Да, Ларч Вот такие штаны Я вам сейчас примерю Вы все сами видите И вот такая вот Пижамная кофта С какой-то тут Собачкой Написано Написано Ready for today Я готов К сегодняшнему дню Как пижаму Я это носить не буду Потому что она Очень теплая У нас дома довольно тепло И спать В такой вот Под одеялом Это будет жарко Но вот как Домашнюю одежду Я вполне Себе ее Ой, какой красивый цвет Розенький Мне и так нравится Давайте примерять Ну, что вам сказать, девочки Это, конечно Райские кушчи Он такой приятный На ощупь Он такой В нем так Комфортно Мягко И удобно Значит, брючки Вот такие вот Такой вот Ширины И длины Сверху у них тоже Здесь такая резинка Но завязочек нету Нет карманов Что, конечно, жалко Но это ж пижама Еще в пижаме карманы И вот здесь такая вот Сверху кофта Значит Вот такой вот С картиночкой Размер лавч Я считаю, что Мне самое то Идеально подошел Поскольку это Домашняя одежда То она и не должна быть Узкая И никакая И она, в принципе И не узкая И уличная одежда Сейчас не узкая Сейчас на улице Но сейчас все широко Оверсайз Мне очень нравится Она очень приятная Вот, правда Знаете, надел И прямо как будто Вы находитесь В какой-то вате В каких-то облаках Мягких Так Не обращайте Внимание На мою прическу Еще раз повторюсь Я уже Вся излохматилась Я надеюсь Что вы меня простите Вот такая вот Приятная Приятная Прелесть Мягкая Очень мягкая Флизовая В ней В ней В ней В ней Спать Прекрасно Вот если Холодно Дома То в ней Прекрасно Идеально Спать Но у нас Дома тепло И под одеялом К тому же Я не могу спать В таких теплых Пижамах Это как бы Для меня Слишком тепло Вот Такие у меня Были покупки Девочки Я надеюсь Что вам было интересно Это было такое Забавное Домашнее видео Ну что вам сказать Ну одежда Для дома Тоже нужна Тем более Как я сказала Что В моих Сегодняшних реалиях Я это поняла Приняла Осознала Одежда для дома Мне больше нужна Чем для улицы Потому что дома Я нахожусь Больше чем на улице И хочется Чувствовать себя Приятно Комфортно Не носить Какие-то Старые обноски А носить Вещи новые Хорошие Симпатичные Увидимся В следующем видео Люблю целую С вами была Дитя Из канала Пока пока Бай